Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем последствия хлопка газовоздушной смеси в квартире одного из домов на улице Максимова в Казани. Хлопок произошел, да, произошло разрушение. Ударной волной выбило окно и двери. Расскажем о гибели рабочего в Челнах, смертельной аварии в Лениногорском районе и наезде КамАЗа на подростка в Нижнекамске. А также у молодого человека рядом с торговым центром сгорел шанс. Запах пошел этот, масса горелого. Потом я закончил, вышел, смотрим за тобой. И последствия проезда грузовика на красный свет на проспекте Победы в Казани. Это и не только прямо сейчас. Сегодня ранним утром в одной из квартир на улице Максимова в Казани взорвалась газовоздушная смесь. Ударной волной выбило стекла на кухне и межкомнатную дверь. Жильцы квартиры, как и большинство жителей дома, в момент происшествия спали и не пострадали только чудом. Они смогли самостоятельно потушить пожар. Сейчас на месте, где произошел хлопок бытового газа, работают правоохранители и сотрудники газовой службы. Все случилось примерно в 3 часа утра на пятом этаже в одной из квартир. Жильцы в этот момент спали, услышав громкий звук и почувств запах гари. Они позвонили в экстренные службы. Сразу после вспышки начался пожар. Горели занавески на кухне. До приезда огнеборцев муж с женой смогли потушить пламя. Они сами не пострадали. Дверь в комнату, в которой они спали, была закрыта. Ударной волной выбило стеклопакет на кухне и межкомнатную дверь. Также повреждена обшивка из вагонки в коридоре. Несущие стены не пострадали, сообщили в МЧС. По счастливому случаю не было и утечки газа в другие комнаты, иначе семья могла отравиться. По словам местных жителей, все 20 лет с момента заселения дома жалоб на газ у них никогда не возникало. А в управляющей компании рассказали версию случившегося. С жильцами, слава богу, все в порядке. Двери были закрыты, и хлопок произошел. Да, произошло разрушение двери, окна. Конечно, это было неприятно, но самое главное, что никто не пострадал. Требуется установить, кто подключал, каким образом подключали. Просто уже по факту предварительно речь идет о том, что оборудование было подключено неправильно. Газовые службы отключили подачу голубого топлива во всем подъезде, но после выяснения предварительной причины произошедшего его подали в квартиры снова. По данному факту прокуратура проводит проверку. Прокуратура совместно с профильными специалистами проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации и использовании внутридомового газового оборудования. Организовать надзорное мероприятие поручено прокурору авиастроительного района Казани. Как считают владельцы квартиры, где все и произошло, газ вспыхнул из-за заглушки в газовой плите. Она была транспортировочной, требовала замены. Но об этом они, как сами утверждают, узнали только от газовщиков после произошедшего. В этот раз обошлось без жертв. Напомним, 21 декабря в поселке Осиново также взорвался газ, но последствия оказались гораздо масштабнее. Обрушилась часть цены, выбило окна и подъездную дверь. Хозяина квартиры тогда госпитализировали с 80% ожогов тела, а через неделю он скончался. Дом все еще не пригоден для проживания. Предварительно его квартиру отключали от голубого топлива из-за неисправности оборудования. Однако он сам сделал незаконную врезку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается. На вся меня зовут Лесен Саитова, Вызов 112. В три раза меньше пожаров случилось во время новогодних каникул в 2024, чем годом ранее. Об этом сообщили в МЧС. В республике произошло 87 пожаров, 5 человек погибли, 7 пострадали. Большинство возгораний произошло в частном секторе. Среди основных причин – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электрооборудования. Несмотря на профилактическую работу сотрудников МЧС, один житель республики пострадал во время использования пиротехники. Случилось это в селе Айша, где мужчина решил взорвать петарду. После того, как он провел ее торцом по спичечному коробку, петарда загорелась и взорвалась в руке. Желавшему пошуметь оторвало часть пальца. 29-летний рабочий погиб на складе сыпучих материалов в Автограде. Как установили правоохранители, сотрудники Камского металлургического комбината выгружали технологические материалы из вагонов. В этот момент стропа мягкого контейнера оборвалась, и груз упал прямо на оператора грузоподъемной машины. Его придавило. От полученных травм он скончался до приезда врачей. На место происшествия выезжал и городской прокурор. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверят, как на предприятии соблюдались требования законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных будут приняты меры реагирования. 62-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался после столкновения с Фордом в Лениногорском районе Татарстана. Пассажир отечественного автомобиля и водитель иномарки серьезно пострадали. Как установили автоинспекторы, Форд выехал на встречную полосу и врезался в ладу, который отбросил на опору освещение. Скорость предполагаемого виновника была выше разрешенной. По данному факту автоинспекторы проводят проверку. На 8-м километре 650 метров на автодороге Лениногорска-Знакаево водитель автомобиля Форд по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу. А обстоятельство ДТП уточняется. На месте работают оперативные службы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. 13-летний ребенок чудом остался жив после того, как его сбил КАМАЗ в Нижнекамске. Наезд произошел примерно в 3 часа дня на проспекте Вахитова. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как грузовик выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент подросток начинает переходить проезжую часть по всем правилам дорожного движения. Водитель грузовика пытается затормозить и избежать удара, но это у него не получается. Автомобиль сбивает мальчика. В результате пострадавший получил незначительные травмы. Ему оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Прокуратура по данному факту проводит проверку. По факту случившегося возбуждено административное расследование. Его ход и результаты проконтролирует Нижнекамская городская прокуратура. Предварительно по вине водителя КАМАЗа произошла авария на перекрестке проспекта Победы и улицы Губкина в Казани. Там грузовик протаранил Киа Спектра. Удар пришелся в левую сторону легковушки. Был такой силы, что корейский автомобиль выбросил на трамвайные пути, куда едва не выехал и грузовик. Впрочем, его водитель смог удержать многотоник на проезжей части. Чуть позже обратно на дорогу вытащили и легковушку. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. В Киа сработали все подушки безопасности. Ее водитель рассказал, что правила дорожного движения нарушил мужчина за рулем грузовика. Двигаясь со стороны улицы Арбузова, он проехал перекресток на красный сигнал светофора. К этому времени автомобили, стоявшие на Губкино, в ожидании зеленого, уже тронулись и доехали практически до середины перекрестка. Я там 100% на красный, я потому что мы тронулись две машины, и пятая, и моя. Изучив камеры наблюдения, автоинспекторы также пришли к выводу, что правила движения нарушил именно водитель КамАЗа. Впрочем, владелец легковушки вообще не имел права садиться за руль. Водительское удостоверение он не получал. Автомобиль купил около полугода назад. Возмещать ущерб водителю КамАЗа, вероятно, придется самому. Полиса ОСАГО у него не было. В Казани во время новогодних каникул произошло 724 аварии. 13 человек в них пострадали, в том числе двое детей. Как установили автоинспекторы, в четырех ДТП с пострадавшими причинами аварии стал выезд на встречную полосу. В трех не уступили дорогу пешеходам. Еще четыре столкновения произошли на перекрестках по причине нарушения правил проезда. 89 автомобилистов за выходные были задержаны за то, что сели за руль в нетрезвом виде. ЗАС «Шанс» вспыхнул вечером на парковке у торгового центра на улице Фучика в Казани. Четверо молодых людей только подъехали к комплексу, как почувствовали запах гари. Далее из-под капота стало вырываться пламя. Огнетушитель в машине был, но толку от него было мало. Погасить пламя им не удалось. В самом начале ее использовали. Вообще бы никак не хватило. Владелец этого шанса теперь знает. Огнетушитель в машине должен быть хорошим. Автомобиль купил без малого год назад. Сколько отдал? 165. Все это время машина служила верой и правдой. Это первое происшествие. Молодой человек рассказывает, с друзьями приехали в торговый центр из Новосавиновского района. Едва заехали на территорию комплекса, даже не успели нормально припарковаться. Как почувствовали запах гари. Мы сюда подъехали, запах вашего масла горелого. Потом я заглушил, вышел, смотрим за тобой. Пламя, рассказывают, вырывалось из арки правого переднего колеса. Имеющийся огнетушитель быстро закончился. Но тут на помощь подоспели другие автовладельцы. В стороне не остались и сотрудники торгового центра, куда владелец горящей легковушки побежал за подмогой. С помощью их огнетушителя и удалось справиться с пламенем еще до приезда пожарных. Волновался, рассказывает не только за свою машину, но и за стоящий рядом Volkswagen. Стоял, я там раз-два, наверное, сигналку сделал, чтобы активировалось. Никто не вышел. Перекидывание пламени на соседний автомобиль совместными усилиями удалось предотвратить. Повреждения своей машины молодой человек считает некритичными. И шанс восстановить машину считает есть. Двигатель вроде целый. Может пока вот на сегодня здесь оставлюсь, а завтра же думать буду. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.